Альфира, добрый день. Добрый день. Альфира, расскажи, пожалуйста, откуда ты и кем ты была до того, как стала заниматься сетевым бизнесом? Я из Набережной Челнов, это Татарстан. Работала я риэлтором, обычным риэлтором, продажи, оформление ипотеки. В 2014 году у нас был фурор. Очень хороший был год, ипотеки раздавали налево, направо. И вот уже к концу года ставка рефинансирована стала 17%, и банки уже перестали ипотеки выдавать. А я как именно ипотечный специалист была. 2015 год у меня был самый наихудший год. Денег не стало, объекты недвижимости в цене упали. Раз ипотеки не выдают, соответственно, и продажи стали по квартирам. Без выходного положения. Уже заначки вытащили, денег нет. В конце 2015 года меня пригласили к компании сетевого маркетинга. Я не знала, что такое сетевой маркетинг. Знала, конечно, продукции Avon, Amway, что продвигают как-то там, предлагают. И сетевой маркетинг для меня даже как-то стыдно было, что ходишь, ненужные вещи насильно, продаешь. Для меня сетевая индустрия, действительно, я боялась этого. Как это так? Я действующий риэлтор, довольно-таки успешный риэлтор. Сейчас пойду в народ и буду что-то продвигать. Осознание потом только пришло где-то к марту месяцу. Я уже вступила в сетевую индустрию. И в течение месяца довольно-таки хороший результат дала. Не ожидала такого успеха. Действительно, ощутила. За 2015 год у меня гонораров вообще не было. Я без денег сидела. Семья это ощутила. И в 2016 году сначала по чуть-чуть, по чуть-чуть, каждый шаг за шагом, шаг за шагом, как нас обучают. Главное слушать. Главное слушать и слышать. Оно само идет. Мне даже это понравилось. Я люблю общаться с людьми. Потому что сетевой маркетинг это и подразумевает. С одним пообщалась, со вторым пообщалась. Тот человек передал, что я передала информацию. И люди сами пошли. А так как это как раз с риелторством у меня связано, с продвижением недвижимости, это как раз я поняла, что я именно здесь должна быть. Раньше я не понимала этого. А сейчас уже, пройдя какое-то время, я сейчас даже не могу жить без сетевого маркетинга. И скажи, пожалуйста, можно ли сравнить твой доход в тот период, когда у тебя был самый лучший, успешный период в риелторской деятельности и сейчас в сетевом маркетинге? 2014 год у меня самый успешный был. В месяц примерно у меня в рублях. Если посчитать, это 200-300 тысяч выходило в месяц. Когда ты привыкаешь к такому доходу, особо не напрягаясь работала я. Потому что все было поставлено. Когда бизнес поставлен, люди идут. Риелтора всегда работают на свой авторитет. Нельзя потерять свой авторитет. Одна сделка неудачная, к тебе уже люди не пойдут. Сарафанная радио, она очень хорошо работает. Одна бесполезная сделка, уже все месяц ты без гонорара сидишь. И придя в сетевую индустрию, я сейчас уже за полтора года вышла на доходность 500 тысяч рублей в месяц. Даже если взять полгода назад, не меньше 300 тысяч у меня уже выходило. Стабильный доход 500 тысяч рублей на сегодняшний день, я считаю, это очень хорошо. Мне здесь что нравится? Я обучила свою команду. Научила тому, чему меня обучили именно в риелторстве. Документацию, как вести. Там же ты сама бегаешь. С каждым документом сама бегаешь. С утра встала, села за руль. У меня даже мама удивлялась, почему ты приезжаешь в 2 часа ночи? В банке работаешь до 7-8. Почему ты до 2 часов ночи работаешь? Я говорю, ну так получается, потому что люди после работы приезжают, пока с кучей документов. В сутки я спала 3-4 часа. И на раз приходилось 2-3 часа ночью возвращалась, в 8 утра опять за руль и опять бежишь к клиентам. Здесь намного меньше, здесь по-другому работа. Здесь лучше обучить, показать, как надо работать. И уже с тобой работает твоя структура. Руководить намного легче. Потому что ты уже сама знаешь работу, ты поставила работу, ты знаешь этих людей. Это как твоя семья. В сетевом маркетинге мне именно нравится работа в команде. А вот в риелторстве по-другому было. Ты вроде как бы тоже обучаешь человека. А он раз, вырос и все, убежал, свое агентство открывает. И конкурент. Конкурент. А запретить не можешь. Потому что как руководитель, ты должна это осознать, что человек не будет всю жизнь на себя работать. Если человек вырос, отпусти. А здесь у нас совсем другая стратегия. Надо вырастить лидера. Лидер тебе принесет намного больше денег. Скажи, пожалуйста, как твоя семья отнеслась к тому, что ты перешла в сетевой бизнес? И как твои друзья отнеслись к тому, что ты вышла из риелторства и перешла в сетевую индустрию? Самый страшный вопрос, наверное. У нас три сестры. Я средняя. Старшая сестра у меня всю жизнь проработала в школе. Заучим была в школе. Младшая сестренка у меня актриса. Даже сейчас, по-моему, недопонимают. Но видят, что я путешествую. Совсем другие деньги уже. Не те, которые, когда я была успешна. Совсем другие. Два-три раза уже больше я сейчас получаю. Постоянно путешествую. Они даже не понимают, как это так? Как это так я постоянно езжу? И еще деньги есть при этом. Вроде как бы и не видно, что я работаю. А первый раз, когда муж услышал просить его индустрию, он сначала испугался. Куда лезешь? В какую пирамиду лезешь? Остановись. Я говорю, ну подожди. Я говорю, сколько лет мы с тобой живем, ни разу еще я не допускала ошибки. Но все равно переправляют. Каждая работа, за что бы я ни взялась, я по-любому это до ума доведу. За мной это уже закреплено. А вот когда у меня услышали риелтора, Альфера, ну классный же продукт. Я, конечно же, побежала сразу к своим, именно к своим девочкам. Они, знаете, как все повели. Альфера, ну что ты, двое детей, у тебя есть муж. Куда полезла? Ты успешный риелтор. Ты успешный риелтор, потому что когда самые тяжелые сделки, они именно ко мне шли. Потому что правильно вот именно документы заполнить, я к этому была привычена уже, научена была. Единственное, кто, наверное, поддержал, это мама. Мама уже тогда была больная, и она каждый день спрашивала, дочка, а это действительно работает? Вот куда ты лезешь? А это хорошая работа? Не посадят? Был такой момент. Нет, не посадят. Все нормально. Я ведь сразу тоже не побежала, сломя голову. Всю документацию перепроверила. Мы же риелтора, мы должны все пощупать. Тем более татарка. Как говорят у нас татары, пока не пощупят, не купят. Надо пощупать все. Всю документацию проверила. Что не понимала, обязательно загуглила все. Если честно, переспала со всеми документами по несколько раз. Устав, наверное, раз в 80 перечитала. Даже тот, который у нас в этом году вышел, тоже я его уже несколько раз перечитала. Устав могу, даже экзамен могу сдать, наизусть каждый словечко. Так как твои друзья отреагировали на то, что ты... Очень плохо, очень плохо. Но первые, кто услышали, они все-таки не все же вокруг виска крутят. Все-таки они позу зрителя приняли. И спустя год, вот сейчас обратная связь, они уже звонят. Потому что ВКонтакте за мной смотрят, в Фейсбуке за мной смотрят, Инстаграм круглые сутки. А я специально выставляю. Как мне сейчас хорошо. Выставляю, потому что сама я этим горжусь. Они же не поверили тогда мне. А я все-таки достигла успехов. И здесь намного интереснее работать. Здесь люди другие. Если ты там постоянно с этим... Ну, элементарно могу привести пример. Если клиент приходит за ипотекой, ты живешь его жизнью. Пока ты эту ипотеку не получишь, пока выдачи кредита не будет, ты с ним живешь. Ты с его документами, ты с его детьми живешь. Ты семью не видишь. А здесь-то по-другому. Здесь погони... Нет такой погони за документами. Здесь намного интереснее. Друзья, сейчас все уже. Со мной. Многие со мной уже. Альфира, а сразу ли у тебя все пошло гладко, вот так, наверх? Нет. Гладко не бывает. Гладко не бывает, потому что это все новое. И первые шаги делать всегда сложно. Но рисковать-то надо уметь. Сделали, все хорошо. Я быстро пошла. Как-то я быстро пошла, потому что, может быть, даже помогло то, что мы риелторы, все-таки в этих документах хоть чуть-чуть-то понимаем, что это такое. Мне понравилось. А сейчас я уже представлю себе немало, как я буду жить без этой индустрии. Классно. Я люблю свою команду. У меня в команде очень сильные риелторы. Я горжусь ими. Даже вот сейчас у меня первая линия. По 10-15 риелторов в каждой линии. Как ты восстанавливаешься и как ты себя мотивируешь? Даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос, потому что каждый разговор, он мне нравится. Когда продукт тебе нравится, ты его с таким удовольствием продаешь, а когда видишь, что человек уже заинтересован, у меня сейчас практически нет. Вот отказа у меня нет. Я специально даже на этой неделе проводила свои личные встречи. Сейчас потому что, так как структура растет, личные встречи, они все уменьшаются и уменьшаются. Я как в спортивный интерес. Пошла там реснички сделала, то-то, то-то. Просто попробовала. Отказа нет. Заходят. Заходят все. Всем нравится. Продукты у нас классные. Ты приобрела опыт, влюбилась в то, что ты делаешь, и тебе теперь не составляет труда рассказывать. Нет. Получаю удовольствие. Альфера, спасибо тебе за интервью. Желаю тебе благополучия, благополучия твоей семье. И желаю, чтобы твои мечты сбывались. Все мечты получают жизнь и удовольствие. Спасибо большое. Огромное спасибо.